Привет, друзья! Сегодня продолжаем серию наших видео по воспроизведению колбасы и мясокопчености, приготовленных по ГОСТам СССР 1938 года. Готовим по книге Абрама Конникова издание 1938 года «Колбасы и мясокопчености». У кого есть желание скачать, заходите, в описании лежит ссылка на скачивание этой чудесной книги с прекрасными рецептами. Рецепты настолько классные, настолько повторяемые, что я неустанно их рекомендую и задался целью приготовить абсолютно все эти рецепты. Вот мы с Ларисой планомерно движемся уже к концу этой цели, так сказать, поставленной. Рецепты заканчиваются, дальше мы углубимся глубже, мы будем использовать рецепты начала 20 века и даже конца 19 века. Но пока готовим рецепты 1938 года и представляем вам сегодня докторскую колбасу по ГОСТу 1938 года. Для приготовления колбасы нам понадобится говядина, нежирная свинина и жирная свинина, также некоторые специи. Четкий пошаговый рецепт, написанный очень скрупулезно Ларисой, а также все ингредиенты вы найдете в описании видео. Кратко остановлюсь на некоторых из них, это сахар, в качестве специи в докторской колбасе в 1938 году использовали только кардамон и посолочная смесь. В 1938 году использовали пищевую селитру, мы используем именно для этого рецепта, то есть для каждого рецепта мы подбираем нужное количество посолочной смеси. Для этого рецепта мы используем 9 грамм 6% нитритной соли, 9 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6%. Вот так вот будет четенько и правильно. И 9 грамм обычной поваренной соли. Только в этом мы отступаем, так сказать, от ГОСТа, от рецепта 1938 года. В первую очередь мясо нам надо засолить, для того, чтобы его засолить, надо его измельчить, для того, чтобы его измельчить, его надо порезать, и пока я буду резать мясо для того, чтобы оно повестилось в мясорубку, я займусь немножко трипологией. Ну, в первую очередь объясню свои перчатки. Я порезал палец, то есть никаких у меня новых мировоззрений на гигиену приготовления колбасы не появилось. Если бы палец не порезал, то так бы и готовил бы без перчаток, без перчаток, поэтому часто пишут в описаниях, обувь, перчаток готовит, грязные руки. Да руки у меня всегда чистые. Светлая душа и добрые помыслы. Вот с таким вот именно настроением я всегда готовлю колбасы. Ну, не только колбасы. Что касается ГОСТов 1938 года, почему они мне так нравятся? Потому что настолько строгие правила, я не знаю, как от этих правил отступали. То есть, насколько строго их придерживались, но прописаны они настолько строго, и когда используешь именно то сырье, которое рекомендовано было к использованию в 1938 году, просто получается невероятный результат. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день при приготовлении колбас ни одно животное не пострадало. Ну, конечно, животные пострадали, но на самом деле, допустим, Лариса недавно у мамы нашла этикетку, к сожалению, этикетку не сохранили. Вот. Этикетка современной колбасы. Мясная колбаса, типа сырокопченая, на вид нормальная, пахнет сырокопченой колбасой. Читаем, что написано на этикетке. Первый ингредиент, мясная колбаса, там какая-то типа московская или как она сказала? Одесская. Одесская. Одесская колбаса, то есть красного цвета, все как положено. На этикетке написано. Первый ингредиент, то есть то, что основное. Куриное мясо механической обвалки. И вот этот термин, механическая обвалка, вы можете прочитать на многих колбасах. Для тех, кто не понимает, чтобы не вводить в заблуждение, что такое механическая обвалка. Что такое куриное мясо механической обвалки? Это куриные шкуры, куриные лапки, куриные клювы, куриные головы. Это все пропускается между вальцами специальными и настолько измельчается, что получается практически колбасная эмульсия, колбасный фарш. То же самое происходит с большинством колбас. Поэтому, готовя колбасы по ГОСТам 1938 года, мы получаем вещи совершенно отличные от того, что мы можем сейчас купить. Конечно, есть дорогой сегмент колбас, колбасы, которые стоят за 10 долларов по цене, возможно, там какое-то количество мяса и используется. Но все равно в промышленности единственная цель – это заплатить как можно меньше и продать как можно дороже. То есть вся идея промышленности и колбасной промышленности как бизнеса в том числе, она основывается на том, чтобы потратить на приготовление как можно меньше денег. И, естественно, мясо механической обвалки, вот то, о чем я сказал, а если это говядина механической обвалки, то это наверняка будут шкуры и копыта. Если написано в колбасе первым ингредиентом говядины механической обвалки или свинины механической обвалки, рассчитывайте на то, что это будут шкуры и копыта. Кстати, по непроверенной информации, из ЕС в Украину сейчас завозится огромное количество именно свиных и говяжьих шкур. Подозреваю, что они завозятся для тех колбас, которые у нас сейчас продаются. Так вот, обращайте на это внимание. А вообще, лучше не ходить в магазин за колбасой, а готовить ее в домашних условиях. Несколько слов по поводу мяса. Буквально минутку, потому что я уже заболтался, все жалуются, что много треплюсь. Да, треплюсь много. Согласен. Вот можете кинуть в меня камнем даже, если очень много. Мясо для колбасы, в любом случае, какую бы колбасу ни готовили, нежелательно использовать парное, только что после забоя. Если вы пошли на рынок и купили свеженькое мясо, которое вот так вот еще в руках аж вибрирует, видно, что животное только сегодня забили и мясо совершенно свежее, положите его в пищевой контейнер, в холодильник при температуре 3-4 градуса, пусть мясо хотя бы 4-5 дней созреет. Колбаса получится значительно лучше вкусом. Как я уже сказал, первый этап при приготовлении любых колбас это засолка мяса. В данном случае для большинства вареных колбасы сок у мяса можно сделать не в кусках, а в фарше. Так оно лучше просудится, да и процесс пойдет быстрее. Поэтому перерабатываем все мясо, измельчаем на мясорубке. Можно использовать самую большую решетку, чтобы не затягивать процесс, чтобы легче было мясорубке и вам быстрее. Мы в данном случае используем решетку 20 мм. Она фактически не измельчает фарш, а просто вот так вот его даже режет. После того, как все мясо измельчили, начинаем его засаливать. Не сразу же бухкаем все количество соли. Нам важно, чтобы все мясо равномерно просолилось. Каждый кусочек получил свою порцию соли из засолочной смеси. Поэтому солим вот так вот. И, друзья, пока солю, опять займемся трипологией или болтологией, как хотите это называйте. Для чего мы это делаем? Ну, в первую очередь, очень многие спрашивают, для чего мы это делаем. Делаем, в первую очередь, для того, чтобы мы сами в какой-то этап нашей жизни отвернулись от магазинов. Посмотрели несколько видео, как делают колбасы, допустим, те же, и перестали ходить за ними в магазины. Так вот, наша миссия с Ларисой, как это негромко будет сказано, как можно больше людей отвернуть от магазинов, по крайней мере, жителей СНГ, там, где никаких норм не соблюдается, там, где тотальная коррупция и в пищевой промышленности тоже, отвернуть максимальное количество людей от магазинов и научить в домашних условиях готовить классный, качественный, вкусный продукт. Кстати, докторская колбаса была создана, была разработана после Первой мировой войны, после революции в молодом тогда Советском Союзе в рамках пищевой программы народного комиссариата пищевой промышленности. Надо было создать продукт, то есть, ну, население надо было обеспечить качественным продуктом, а по поводу качества тогда почему-то вот очень сильно заморачивались качественным продуктом, который можно было транспортировать, довозить и который был бы доступен для широких масс. То есть, котлеты и бифштексы, стейки были слабо доступны, а вот колбасные изделия были доступны. И в числе прочих колбас разработали именно докторскую колбасу. За счет своей рецептуры, за счет строгих правил приготовления и заготовки, эта колбаса, ну, она практически диетическая. Если вы дома готовите эту колбасу, вы можете даже детям в садик давать ее на бутерброды, маленьким детям в школу. То есть, это настолько классный действительно диетический продукт, ну, поэтому она и называлась докторская. Ей, кстати, во всяких санаториях кормили и тому подобных лечебных заведениях. В общем, друзья, хорошенько перемешали фарш, вот так вот его уплотняем. Обязательно завтра покажу, с какой целью это делаем, чтобы выдавить из него весь воздух. Закрываем пищевой пленкой и отправляем на засовку в холодильник. Засовка при температуре 3-6 градусов, то есть в обычном холодильнике, на самой нижней полке там холоднее всего. Фарш закрываем пищевой пленкой или, если у нас контейнер с крышкой, то крышкой. Ну, вот, собственно говоря, заболтал я вас, до завтра тогда. На следующий день продолжим готовить докторскую колбасу. Фарш засолился. И вот, смотрите, я говорил, что его надо уплотнить. Видите, там, где фарш окислился, он серенький. Внутри, там, где воздух не попадал, он такой яркий-яркий. Перемещаем фарш в измельчитель. Мы используем кутер. Ну, смотрите, можно использовать вот такой вот, то есть, пока у нас не было кутера, мы использовали обычный комбайн. В комбайне, естественно, меньшие порции перерабатываются, но перерабатываются тоже хорошо. Важно, чтобы нож только был острый. Ну, ножи можно заточить на рынке, там, везде, где точат ножи. Перемещаю фарш-кутер. Сюда же добавляю сахар. Кардамон. И теперь по поводу воды. Да, друзья, фарш обязательно должен быть охлажденный. То есть, можно его даже поставить на часок в морозилку, чтобы он был температурой ближе, там, к одному-двум градусам. Почему? Потому что до того, как мы закончим набивку, вот сейчас мы будем измельчать фарш, он будет нагреваться. У нас температура не должна подняться выше 9-10 градусов. 10 это критический предел. Поэтому фарш охлажденный. И в фарш доливаем воду. Мы готовим без фосфатов, поэтому доливаем воду из расчета 100 мл на килограмм фарша. Если готовите с фосфатами для страховки, можно добавлять 150 мл на килограмм фарша. Вода тоже ледяная. То есть, вот она буквально, в ней должны плавать кусочки льда. Так, что-то, что-то, что-то мне налило много. Добавим чуть меньше. Вот так вот. 200 мл. Закрываем чашу измельчителя. И начинаем измельчать. В результате измельчения получили вот такую вот эмульсию. Смотрите, она такая однородная, совершенно плотненькая. Очень важно, друзья, в этот момент не перегреть эмульсию. То есть, чтобы ее температура была максимум, самый максимум, это 10 градусов. Но лучше 9-8. Обратите внимание, что чем меньше размеры чаши, тем быстрее нагревается мясо. То есть, если будете маленькими порциями перерабатывать, допустим, за несколько раз на один батон колбасы, тогда лучше после переработки порцию доохладить. Ну и, собственно говоря, эмульсия готова. Перемещаем ее шпить для набивки колбас. После того, как фарш переместили, шприц для набивки колбас, будем наполнять батон. Смотрите, мы используем оболочку сейчас 100 миллиметров. Можно использовать оболочку, это коллагеновая оболочка, можно использовать 60, 70, 80 миллиметров. Чем меньше диаметр оболочки, тем быстрее будет готовиться колбаса. Но чем толще оболочка, тут как бы есть такой нюанс, тем сложнее ее приготовить, потому что она должна дольше готовиться. Но сама колбаса получается более сочной, на мой взгляд, и более вкусной. Зажимаем. То есть, если наполняете в одиночку, тогда с одной стороны колбасу сразу же следует завязать. Если у вас есть помощник, в моем случае Лариса, то лучше это делать вдвоем. Когда мы не завязываем оболочку сразу с двух сторон, колбасу набьем ее значительно лучше, за счет того, что мы ее сможем уплотнить с двух сторон. Уплотняем батончик колбаски вот таким вот образом перекручиванием и плотненько с обоих сторон завязываем. Завязывать надо очень плотно, потому что батон большой. Батон большой, предмет простой. И таким вот образом мы можем, хорошо закрутив, хорошо уплотнить батон колбасы. Вот, и такие бывают неприятности. Рвется шпагатик леяной. Лучше, конечно, хэбэшный использовать. Так получилось, что у нас леяного шпагатика много. Друзья, получился вот такой вот батон колбасы. Делаем ревизию на предмет пузырьков воздуха. Если такие пузырьки есть, прокалываем их. Вот их немного. Это, собственно говоря, ни на что не влияет, только на эстетику, на внешний вид колбаски повлияет. Ну, как бы полости какие-то будут, не или не будут. Подвешиваем батончик вот таким вот образом, часа на полтора при комнатной температуре, чтобы он отеплился. После отепления и осадки приступаем к тепловой обработке. Помещаем колбасу в духовой шкаф на обжарку. Температура 90 градусов, включена конвекция. Обжаривать будем в течение 50-50 минут. Но это потому, что у нас такой огромный батон. Если у вас батон поменьше, в 80 или в 70 оболочке, то 30-40 минут, соответственно, надо обжаривать. После этого мы будем переходить ко второму этапу тепловой обработки. Ну, в общем, те, кто смотрели видео про варенку, все точно так же. Те, кто еще не смотрел. Второй этап – паровая варка. Для второго этапа, к окончанию обжарки, нам надо приготовить противень или любую посудину с кипятком, которую мы сможем засунуть на донышко духовки под колбасу. Через 50 минут помещаем на дно духового шкафа противень с кипятком. Выключаем конвекцию. Температуру понижаем до 80 градусов. В батон с колбасой помещаем щуп кулинарного термометра для контроля температуры. Я засекаю время, как обычно. Но, друзья, у нас батон большой. То время, которое он у нас будет вариться, оно будет совершенно не объективное. Поэтому, если вы хотите правильно приготовить вареночку, приобретите обязательно кулинарный термометр. Даже достаточно обычного щупа барбекю со стрелочным термометром. Он очень хорошо себя будет чувствовать в духовке. Итак, второй этап – процесс паровой варки. Второй этап тепловой обработки. Температура 80 градусов. Конвекция выключена. На дне духовки противень с кипятком. Включен желательно только нижний нагрев, чтобы верхний нагрев не был включен. Готовим колбасу до достижения внутри батона температуры 68-69 градусов. Ну вот, я скажу в конце приготовления, сколько у нас это заняло времени. Но, еще раз повторяю, желательно полагаться на данные своего термометра. И вот смотрите, друзья, так получилось, что наряду с большой нашей докторской колбасой, мы готовили маленькую колбасу в оболочке диаметром 60 миллиметров. Она приготовилась за час. А большой докторской в 100 миллиметровой оболочке, еще готовится минут 20. Это, чтобы вы понимали, насколько разница в диаметре колбасы влияет на время приготовления. Приготовление докторской заняло 1 час 55 минут. Извлекаем колбасу из духовки и помещаем в ванночку с холодной водой. Сейчас дольем сюда воды, чтобы колбаса полностью была открыта. Вода должна быть реально холодная. Лучше даже использовать не из-под крана воду, особенно летом, а доохладить ее дополнительно. Или использовать кусочки льда, особенно для такого толстого батона. Наша задача остановить процессы нагревания внутри батона. И, друзья, даем ему остыть вначале в воде до комнатной температуры, потом помещаем в холодильник. А завтра будем дегустировать. Колбаса должна настояться 1 день, ну, вернее, 1 ночь, это минимум. Конечно, если у кого-то есть терпение, то 2 дня будет значительно лучше. Но мы будем дегустировать завтра. На следующий день колбаска полностью остыла. Давайте ее зарежем. Докторская, друзья, сочненькая, классненькая. Сейчас отрежу тоненький кусочек, тонюсенький. Не получилось так красиво отрезать тонюсенький кусочек. Ну, вообще, отрезал светящийся, как я люблю, докторскую колбаску. И вот хочу вам показать срез. Посмотрите, какая она суперская на срезе. Вообще, колбаса просто идеальная. Причем она очень-очень сочная. Просто класс. Ну, конечно, есть отличие от заводской колбасы топоры. Но, используя обычный шприц, то есть, на производстве используют вакуумные шприцы. Поэтому вот этих вот полостей, глазков, так сказать, не образуется. Используя обычный шприц, от них уйти очень трудно. А во всем остальном колбаса просто идеальная. Ну, что, друзья, по вкусу, ну, вот этот запах, вернее, по запаху, это запах моего детства. Пахнет она просто невероятно. Колбаса настолько классного запаха. Давайте я вам расскажу, какая она вкусная. А вкусная она очень. Шкурочка снимается легко. И сама по себе колбаса, это просто фантастика. Люди моего поколения помнят, какая должна быть настоящая докторская колбаса. К сожалению, я вот не знаю, допустим, продается ли докторская колбаса в Европе, в Америке. Наверняка нет. То, что продается сейчас у нас, в странах СНГ. Ну, я имею в виду Украину, наверняка в России тоже. Хотя в России давно не был докторскую колбасу, не пробовал. Но вот давайте говорить предметно об Украине. То, что продается у нас сейчас, ни в какое... Ну, вообще-то колбасой назвать сложно. Ни в какое сравнение с этой колбасой не идет. Могу долго рассказывать о мясе механической обвалки, о том, что какие ингредиенты сейчас колбасу используют, так сказать. Другого слова не нахожу. Но такая колбаса, она просто... Она просто потрясающая. Друзья, она настолько отличается даже от самых лучших, от самых дорогих колбас, которые доступны у нас сейчас к покупке. Я имею в виду вареных. Это просто небо и земля. Как видите, приготовить ее в домашних условиях достаточно просто. Необходимо иметь желание и немножко свободного времени. И вы получите просто великолепный результат. Ну, это просто чудо. Она реально очень-очень вкусная. Ну, поверьте мне. Поверьте, попробуйте приготовить. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу приготовления, задавайте их в комментариях. На все вопросы мы с Ларисой вам ответим. Ну, друзья, сделайте докторскую колбаску. Это нечто. Поверьте, вы такого не купите. Честное слово. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Что-то сильно разрекламировало колбасу. Но она действительно очень вкусная. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.